Бюджет России сэкономил 21,5 миллиард рублей от повышения пенсионного возраста. Ура, товарищи! Вот это рывок по пути в светлое будущее, чтобы вы понимали, много это или мало. Проведение голосования по путинским поправкам в Конституции обойдется в 15 ярдов. Одна единственная процедура, в которой, как и я подозреваю, кроме Владимира Путина и его холуев из Единой России участвовать-то никто не захочет. На выплаты премии для ветеранов к юбилею победы потребуется 4 раза по 20 миллиардов. Сами юбилейные торжества обойдутся значительно дороже и... У нас 5 лет жизни украли у каждого. Для чего? Чтобы вот эти слезы сэкономить. Хорошо же нас ценят наши правители. А еще 21 миллиард это... Помните, у полковника ФСБ Черкалина нашли при обысках 12. Ага. И у полковника полиции Захарченко 9. Вот. Жаль, что поздно нашли. Может и не пришлось бы пенсионную реформу-то проводить. Начинаем! Я этих двух служивых вспомнил зачем. А может нам просто воров активнее трясти? Ну, в смысле не нам, а тем, кто должны этим заниматься. А то ребятишки все силы бросили на борьбу с сопляками в соцсетях, на разгоды митингующих, на подготовку к парадам и составлении отчетов. Вот я вам подсказываю. Трясите коррумпированные чины. Сразу столько денег лишних отыщется. Но если только два полковника украли сумму, сопоставимую с экономленным за счет пенсии миллионов граждан, прикиньте, а если 20 полковников хлопнуть, а если по-серьезному, по-настоящему охоту на коррупционеров объявить, что-то мне подсказывает, изъятых денег и материальных ценностей такая куча нарисуется, что граждане России, все граждане России вообще смогут нигде и ни за что не платить, а жить при коммунизме, так сказать. По крайней мере, ну хотя бы до конца срока правления великого кормчего. Впрочем, чего это я размечтался? Сделайте так, чтобы борьбу с коррупцией возглавила Единая Россия в Государственной Думе. В противном случае количество упреков по поводу концентрации жуликов и прочих неблагонадежных элементов будет только расти. Кстати, о поправках в Конституцию. Слушайте, данная история меня шибко повеселила. В понедельник, 2 марта, на лентах информагентств появились такие вот сообщения. Президент внес в Госдуму ко второму чтению поправки, о которых говорил ранее. На 24 листах в общей сложности все это дело уместилось, и теперь самое главное. Спикер Нижней Палаты Парламента Володин не стал раскрывать содержание предложенных изменений, однако рассказал, что часть из них озвучивалась в ходе встречи с рабочей группой. Занавес, блин! Представляете, как эти ребята меняют основной закон страны? Они даже не говорят никому, что там предлагается. Да, планируются какие-то изменения, какие, а вам-то что? Вот мы сейчас проголосуем за эти поправки, потом состряпаем из них правильный пакет, завуалировав то, что простому обывателю знать нежелательно, и пакетом вам все это дело презентуем. Здорово! Те, кто жили в советские времена, сейчас меня поймут. Помните, тогда были такие продуктовые пайки? Их через столы заказов, как правило, продавали, и люди никогда на 100% не знали, что в этот паек положат. То есть, там было немного каких-то дефицитных продуктов и две трети всякого ненужного барахла. Похоже, что, господа, мы заботимся о вас и о вашем здоровье, в смысле прохвосты из Государственной Думы, решили пойти тем же путем, впрочем, ничего удивительного. Ну, раз от первого лица в государстве у нас никогда конкретики, уж тем более правды не дождешься, о чем еще говорить. То есть, я, в общем, наверное, не самый глупый человек, ну, почти самый глупый человек, но вот мне он не объяснил. Я не понял, зачем эти поправки. И при этом у меня нет уверенности, что его объяснение как бы правда. И еще немного про первое лицо и о заоблачном рейтинге Владимира Владимировича. Ну, нам ведь неустанно твердят, что ух, какой у главного рейтинг. Вот сейчас, вторую неделю к ряду, в публичном пространстве транслируется сериал «20 вопросов Путину». ТАССу принадлежит авторство, всего 20 серий, пока вот 9 вышли ежедневно. Я слышу по всем каналам, по всем подчеркиваю, это самый смелый интернет-проект. Миллионные аудитории собрал, подобного никто и никогда не видел. Пошарился ради интереса в Рунете и, ой, не пахнет там миллионными аудиториями. Ну, давайте так. Тут вот есть еще отдельная ссылка для иностранцев. Тоже не нашел миллионов просмотров. И это при том, что все эфирное телевидение, да в принципе, вся пропагандистская машина в стране, пиарит данный проект. Да при такой мощной медиаподдержке любой начинающий блогер, вон дядя Вася из Урюпинска, уже завтра мегазвездой бы проснулся, а тут как-то не рвет у народа башню. Чуву! А до меня дошло. Может, рейтинги у Владимира Владимировича ненастоящие и нас обманывают просто? Ну, это не вам. Я вопрос сейчас задал. Вы-то ответ на него знаете. Ватным знакомым своим переадресуете. Ну и заодно напишите потом, как отреагирует эта реальная журналистика, как в сказке. Чем дальше, тем страшнее тема сегодняшнего выпуска. Поехали! В Уфу вас приглашаю, где живет сирота Наталья Зверянова. Как сироте ей положена квартира от государства, вернее, была положена еще 20 лет назад. То есть, когда Владимир Путин только пришел к власти, а единой России в принципе не существовало, девушки были обязаны ту квартиру дать. Затем началась эпоха стабильности, вставания с колен, эпоха рывков и прорывов, скреп, ну и прочих прелестей. Все это время Наталья ждала. В данный момент живет в бане с ребенком, куда только не обращалась, волосы ныне там. На медне пришла к офису приемной главы Башкортостана. Я даже не знаю, как это комментировать. Прошу Хабирова исполнить решение Верховного суда. Россия на общем фоне оазис стабильности, тихая гавань. Принципиально не говорю о внешней политике, но в этот раз сказать все-таки стоит. А мы уже даже с турками поссорились. Они оставались последними, с кем великая и могучая не разругалась. Теперь вот и Турция, наши враги, повторюсь. Официально, правда, об этом еще не объявили. Но уверен, что великий кормчий обязательно он и сделает. Причем таким образом, чтобы оно как можно больнее шарахнуло по россиянам. Например, летом, когда огромное количество людей соберутся в отпуск. Купят путевки и уже будут сидеть на чемоданах. Так было с Грузией в прошлом году. В итоге граждане и без денег, и без отпуска остались. Поэтому, если в отпуске еще не планировали, рекомендую от средиземноморских курортов воздержаться. Но если бы дело было только в курортах. Турция это еще и легкая промышленность. Половина недорогого тряпья на российских прилавках родом оттуда. Другая половина из Китая. С Китаем уже все понятно сейчас. Вот осталось от турецких шмоток отказаться. И во что одеваться будем? Сомневаюсь, что простой слесарь Челябинского тракторного завода сможет себе позволить переключиться на Дольче Габана. Это из-за чего? Из-за того, что у нас однобокая экономика. Она что, вчера так сложилась? Да она 70 лет так складывалась. Потому что все, что мы производили, да, ну да, дорогие мои, да, но не надо дискутировать. Дело в том, что то, что мы производили, и руками махать не надо. Было никому не нужно. Потому что наши галоши никто не покупал, кроме как африканцы. Вот как раз в России сегодняшние ничего, кроме галоши-то и не производят. От фабрики Алеша одно название осталось. Фабрика Скороход тоже недалеко ушла. Шторы начнем перешивать и лапти плести. Просто когда слышу от людей вот эти вот восторженные вопли, как мы этим врагам показали, кому и что показали, и что вдруг они врагами-то для нас стали. Блин, 20 лет назад, когда эпоха стабильности только зарождалась, с Россией дружили почти все страны СНГ и бывшего соцлагеря. Мы были членами большой восьмерки. Практически в каждом городе-миллионнике имелись дип-представительства крупных европейских государств, что сегодня союзные республики отвернулись. Страны соцлагеря тоже. Консульства закрываются одно за другим. Из восьмерки выкинули. Вот поперло так поперло. Очевидно, что дипломатия – это конек Кремля. Да с нашим президентом в мире еще разговаривают-то только потому, что Европа от российского газа зависит. Как только в Сирии все устаканится, прокинут через нее трубу из Ирана или Эмирата – «Все, мы не нужны». Вот и весь секрет Полишинеля. Но русский Ваня, он же дальше своего носа не видит, поэтому и носится с георгиевской ленточкой на груди и наклейкой на кредитные иномарки можем повторить. Что ты можешь повторить? У матери-пенсионерки денег на бутылку занять? Ладно, все. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube-страничку сверху. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте, с темы предлагайте. Под ними мы обсудим. А я за сим. Спешу откланяться. Пока. Пока.